Девушки отдыхают История того персонажа служила просто примером и демонстрацией того, что этот челлендж можно начать без проблем Конечно его можно и без серьезных проблем закончить, но я говорил, что это крайне неспешный стиль игры, в котором огромная доля процесса приходится на строительство и развитие Sanctuary Hills К чему я это все? Мои ролики в большинстве своем и без того узконаправленные, а начать снимать такой летсплей означает сузить целевую аудиторию меньше некуда Но! Но! Я ценю вашу активность, которая мотивирует меня и дальше снимать ролики Так что раз вы просили, я так сказать в тестовом режиме сделаю одну серию про Джеймса Пока что одну Будет ли продолжение или его не будет, все зависит только от вашей активности Так что если вам понравится такой формат, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали и делитесь своим мнением в комментариях Чем больше ваша активность, тем больше шанс на продолжение Это будет справедливо Как говорится Демократия, дорогая Америка Демократия Думаю, вы согласны? Ах да, еще нужно дать краткий ответ 1% неадекватных зрителей и любителей придираться в комментариях Ди***ка малолетний, ди***ка мр***а Ну а теперь, когда со вступительной частью мы покончили, можем приступать Давай, приступай История Джеймса продолжается с того самого момента, на котором закончился ролик про челлендж Для тех, кто успел забыть, это построенный вербовочный маяк Если вдруг вы вообще ничего не понимаете, то для начала посмотрите вот это видео, ссылка в правом верхнем углу Пока мы ждем прихода наших первых поселенцев, неплохо было бы посадить как можно больше пищи В наличии у нас есть только арбузы и тыквы, так что будем выкручиваться таким образом Сначала соберем весь урожай, который у нас только есть и посадим новые кусты Еды нам нужно много, ибо наши жители прожорливее стада броминов Но ничего, ничего, это вообще не проблема Первоначальный план это еда и вода для нашего поселения Неплохо было бы построить водочистную установку Хм, в идеале даже промышленную Ну и раковину само собой, чтобы не тратить бутылки с водой Я еще ничего не разбирал, так что это только ждет меня впереди Но не переживайте, бегать и снимать, как я все это разбираю, я не собираюсь Будьте спокойны Кстати, разбирать все деревья я никогда не любил Просто попробуйте однажды не трогать деревья в поселениях, где их можно разобрать С ними ваше село смотрится намного более живым и реалистичным местом Совершенно другой вид Но в таком челлендже выбора у меня нет Мне нужны все возможные ресурсы, так что сэнкчури я разберу под дной Ха, сын решил понаблюдать за всем из нашего дома Стеснительный мальчик, но ничего, это он еще не в курсе Что поначалу мы все будем жить в одном доме Просто из-за этого, ну, будет не так одиноко, понимаете? Опа-па А вот и первые жители, два человека, нужно их встретить Как и в случае с нападениями, есть несколько мест спавна Мне повезло с первого раза угадать, где они появились и поздороваться с ними Общение, знаете ли, дороже золота Так что немного пообщавшись, стоит их отправить куда? Нет, не общаться, а работать На грядке с тыквами и арбузами Раковину сначала я поставил в старом доме Сын обрадовался Но виду не показал Так и стоял молча После этого я вспомнил, что забыл обыскать карманчики наших новых работяг И тут меня ждало это Вот это я понимаю, удача? Бритва злак собственной персоной Просто великолепно Белиссимо Сразу же сажаем его, чтобы поселенцы не скучали Потом я решил, что неплохо было бы починить дом В котором, собственно, и предстоит нам всем жить поначалу Здесь, кстати, думаю, следует уточнить для отдельных комментаторов Что фича с ковриком до сих пор работает Это Steam Fallout 4 версия с последним обновлением Которое только выпускала беседка Если у вас не получается, пробуйте еще Проблема с вашей стороны Ибо, как вы сами сейчас видите на своих экранах Коврик работает точно так же, как и работал в самом первом видео Я залатал почти все дыры в этом доме Но двери ставить у меня желания не было Пока что будем жить без дверей Кому они нужны вообще? Кстати, на кроватях для поселенцев я решил сэкономить И построить самые дешевые в плане ресурсов спальные места Справедливо А пока я занимался небольшим ремонтом, получил уровень Думаю, неплохо было бы вкачать науку и все-таки построить промышленную водочистную установку Чем богаче живет поселение и чем в нем меньше охраны, тем больше шанс нападения Ну, не считая еще клеток, до которых нужно дойти После водички я продолжил заниматься ремонтом с помощью все того же коврика После этого я подумал, что пришло время уже разобрать сэнкчуэри и принялся за работу Проходя мимо огорода, я увидел, что новые посаженные растения уже успели дать плоды И, естественно, я собрал их все После чего посадил еще пищу Было уже поздно и довольно много я успел наиграть за это время Так что я решил построить кровать и сохраниться Сохраняться нужно часто даже в таком челлендже Ты никогда не знаешь, когда на поселение нападут Или когда тот Говард сам решит на тебя напасть и дропнуть Fallout Нужно быть осторожным Знаете, а ведь ресурсов-то у нас ограниченное количество Так что пришло время для... Секретов и лайфхаков Fallout 4 Я просто беру скат и заношу его на территорию строительства, чтобы в итоге разобрать Ну а что? Он лежит практически на границе территории стройки И не за пределами реки А как мы договаривались в предыдущем ролике, границей является река Переходить за нее уже нельзя Тут же я увидел вот эту вот собаку Которую мне очень захотелось зафармить У меня не так много возможностей устроить перестрелку с кем-нибудь Так что ее нужно сагрить Но шавка решила, что лучше напасть на родоленя Да, гениально Собака просто засала переплыть реку Ну и не важно, что там Опа, олень бежит вдоль реки А знаете что? Нужно убить хотя бы его Неплохо А вообще знаете, надо посмотреть, где там это... Стоп, что? Ах ты моя маленькая, в кусты залезла А ну вылезай, собачатина Эй, не-не-не-не-не, куда? Ха, шах и мат, как говорится А я придумал, как пранкануть поселенцев Ща-ща-ща Ща покажу Ща-ща-ща Щас покажу Ну а че, забавно, по-моему, разве нет? Тебе весело, а мне нет А что это такое у нас? Это что? Еще больше секретов по Fallout 4 в одном видео? Ну я думаю, любители различных секретов Уже просто обязаны оценить ролик Ведь здесь у нас целых три тыквы Которые можно сразу посадить в нашем поселении А вы знали? Вы знали, а? 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 А еще здесь есть масленка, удочка и дорожный конус С конусом нам надо поступить, как и со скатом Просто взять и закинуть в территорию строительства А все остальное подобрать Тем временем поселенцы времени зря не теряли И в результате новые растения снова приносят плоды Я решил, что арбузов нам уже хватит А то понажираются их Потом все липкое Косточки везде Позасирают все А сыну потом убираться В общем, я решил продолжить изучать территорию своего города И тут что у нас? Очередной секрет по Fallout 4? Господи, это уже не видео про челлендж Это уже какой-то топ секретов Тут ничего особенного Оно вот подушка и... Мой бог, это... Это же... Нора? Малышка Нора, это ты? Ты... Ты выжила? Пойдем со мной Я... Я отнесу тебя домой Как я рад, что ты все-таки выжила Моя маленькая Пошли Я укладу тебя в кровать Кстати, наш сын со мной Он тоже вернулся Он так рад будет тебя видеть Пойдем Вечером со всеми Потом познакомишься Ну а растения все приносят новые и новые плоды Ведь последнее посаженное растение спавнит плод в тот момент Когда вы находитесь за пределами строительства Я... Я не хочу говорить этого Но... Это очередной секрет Так что запоминайте, если вдруг вы этого не знали Поспав в добром семейном кругу до меня дошло Что у одного из поселенцев есть кожаная броня для рук Неуважение к своему мэру Я их конфисковал и переоделся в комбе с убежища со шляпой Теперь Джеймс выглядел слегка нелепо Но имел хоть какую-то броню Неплохо для начала В поисках приключений я заметил еще одно нарушение границы И решил спровоцировать этих мук на атаку У меня получилось Но своими мерзкими, еще живыми личинками Они наносили весьма много урона Хелп! Хелп, кто-нибудь! Я забайтил как профессионал И само собой собрал с них весь лут Ничего особо полезного Но мясо лишним тоже не будет Опять собрал урожай И словил перегруз Ведь перед этим я собрал всю воду с мастерской Нужно было построить комод и сложить туда всю воду И прочь хлам Типа одежды и оружие Я решил, что стоит так же хотя бы начать строить какой-нибудь забор и ограждение Ведь клетки уже были на подходе Но мне хотелось дождаться нового поселенца Который с некоторым шансом сможет привезти брамина А с ним и ежедневные удобрения А где удобрения, там винт А где винт, там клетки для рейдеров Был лишь один нюанс Люди не хотели идти из-за слишком низкого уровня счастья Что было результатом моего халатного отношения к безопасности поселения На самом деле я просто надеялся, что кто-то решит напасть Но увы Так что я начал строить Построил ворота Поставил заготовки для вышек Построил сами вышки И понемногу, не спеша, начал строить забор А теперь еще один секретный секрет в Fallout 4 Если вы запомнили предыдущие секреты, то вы все поймете Плоды появляются на новых растениях в тот момент Когда мы находимся за пределами строительства в Сенкчури Так что мы убираем весь бритвозлак для того Чтобы посадить его заново Потом немного строим забор Что является необязательным шагом Но мне просто очень хотелось продолжить его строить Ведь я никуда не спешу И снова идем на границу нашего города Чтобы потом вернуться к заветному бритвозлаку И что? Правильно! Увидеть, что все кусты принесли плоды Теперь у меня на выбор либо клетки с броминами Либо с кратокрысами Но мне честно, очень жаль тратить компоненты на это Я буду усердно ждать, пока поселенец сам приведет мне корову Потому что она мне нужна Мне нужна чертова корова Ну и в итоге пришлось снять одного поселенца с еды И поставить его на охранные посты Чтобы увеличить защиту А то такими темпами никто бы и не захотел прийти в мой Сичуарик Я надеюсь, что вам понравилось это видео И что оно было для вас полезным А если это так, то можно не поскупиться на лайки И подписку для канала Также оставляйте свои комментарии И я с радостью их прочту Ну а я вынужден с вами прощаться Так что всем до новых встреч, дорогие друзья А точнее, до следующих роликов Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok